Тебе называют цену, сколько она стоит, ты спрашиваешь, что включено в эту цену? Тебе говорят, миниет, анальный секс, оральный и так далее. Тебе придется не просто массировать человека, а его мыть, кататься по нему голым телом, трогать его за член. Если есть проникновение, 15 тысяч рублей, половина тебе. Девочек, которые занимаются проституцией, очень много. Если он добирается до полиции, он приходит в полицию, что ему говорят? О, так ты проститутка, короче, мы тебе сейчас вот выпишем 2 500. Я против того, чтобы мы делали проституцию нормальным путем заработка. Эта программа «Все говорят об этом». Сегодня о том, о чем говорят очень многие. О том, что в Екатеринбурге чрезвычайно развит рынок интимных услуг. Как он устроен, как работают все эти мужские клубы и массажные салоны, почему они все еще работают, нельзя же вроде бы в начале съемки с рейда по подобным заведениям. В Екатеринбурге общественники и полиция совершили облаву на массажный салон. В заведении незаконно продавали алкоголь и оказывали интимные услуги. В ходе контрольной закупки общественники выяснили подробные расценки. Так, за один час с девушкой легкого поведения клиент мог оставить от 4 до 20 тысяч рублей. Половина суммы доставалась мастерицам на все руки. Вторая половина салону. Сотрудниц набирали через объявления в телеграм-каналах, обещая красивую и богатую жизнь. Девушки отрицают, что занимаются проституцией. Им грозит административная и уголовная ответственность за оказание интимных услуг. Мы видели в этом сюжете Ирину, Дмитрия, Иван тоже участвовал в подобных рейдах. Как эти рейды проходят? Ну, найти, как выяснилось, я узнал, что это очень просто. Просто набиваешь в сети, и тебе выпадает куча вариантов. Но как можно зайти в подобное заведение и что? Что увидеть, что сделать? Очень просто. Главное иметь желание. Обычно желания появляются у мужчин в вечернее время в основном. После употребления спиртного хочется какого-то продолжения мероприятия. Куда пойти? Клубы, бары. Может быть не то, а хочется женской ласки, женской любимым ребятам. И, в принципе, никто не скрывает, что такие заведения на Катеринбурге области есть. В Нижнем Тагиле и Катеринбург спокойно рекламируют эти заведения. В метро, в трамваях, на остановках висят пестрые баннеры, которые указывают... Что на рекламе написано? Публичный дом? Написано «Мэнс Клаб», «Мужские удовольствия». Мужской эротический салон. Вот именно эротический? Эротический. Массаж, что угодно. У нас массаж-то простой в городе есть еще, нет? Есть. Конечно. Главное не ошибиться. Ну, тут вопрос места и времени, когда вы хотите. Потому что тот массажный салон, который настоящий, он закрывается к тому времени, когда начинает работу тот, который нужен вам уже непосредственно. Ой, Дмитрий, ты туда заходишь и говоришь, я общественник, сейчас буду все проверять? Очень просто. Вы подходите, звоните в дверку, если вы по телефону заранее не позвонили. Вам открывает милая дама, говорит, привет, проходи. Вы проходите, примерно такая же лавочка, вот так же мы садимся. Напротив устраиваются девушки, там, 3-4, ну, кто свободен, потому что многие могут быть заняты в данный момент. Выбираешь, какая мастерица тебе приглянулась. Тебе называют цену, сколько она стоит, ты спрашиваешь, что включено в эту цену. Тебе говорят, миниет, анальный секс, оральный и так далее, с презервативом, без презерватива. И вы проходите в комнату, там стоит большая кровать, душ, она вас помоет. Ну, и вы как бы выполните свои пожелания, которые вы посчитаете необходимым, закончите обязательно. И все. Ты рассказываешь со знанием дела? Ну, опыт есть, конечно. Ребята рассказывали или сам пробовал? Работа такая, что пришлось посмотреть все это изнутри. Вот так вот, по полной программе? Ну, надо же понять, что это такое на самом деле, потому что по рассказам не все понять можно. Ну, то есть ты покупал услуги проституток на самом деле? Нет, это не так называется. Он пользовался услугами массажных салонов? Мы участвовали в мероприятиях, которые проводила полиция, и приходилось, конечно же, перевоплощаться. Это была контрольная закупка? Это была проверочная закупка. Вы так же делаете? Нет. К нам поступает обращение в мобильное приложение, и мы уже непосредственно собираем информацию. То есть звоним, записываем разговор, соответственно, записываемся на время, приходим, и когда девочки выходят, мы уже объявляемся, что пришел народный контроль. Ну, как правило, они все разбегаются. Все, документов у них нет. Мы вызываем сотрудников полиции. И вот... Сами вы проверять документы никакие не имеете права? Мы можем попросить. Ну, попросить, да. Попросить, но не приказать. Но не приказать, да. То есть в любом случае в салоне есть определенная информация, кто какое юрлицо заведует этим салоном. Как правило, этой информации нет. Девочки нетрудоустроены. Ну, и на все вопросы они... 51-я статья Конституции. И не отвечает. Так же ли? Немножко не так. Как у вас? Самая главная задача – это наказать организаторов. Потому что девочек, которые занимаются проституцией, очень много. И тут их вина тоже есть, понятное дело. Их надо привлекать. Но наша задача в том, чтобы доказать организацию незаконной деятельности. То есть есть люди, которые непосредственно организовали этот салон. Они сняли помещение, они нашли девочек. Причем, скорее всего, у таких людей не один салон, их два, три, четыре. То есть это уже организация преступной деятельности. Как доказать, что там происходит преступная деятельность? Провести проверочную закупку. Оперативно-розыскные мероприятия проводят сотрудники полиции. Это отдел уголовного розыска занимается. То есть они приходят, делают проверочную закупку. То есть они прикидываются клиентами. Да, надо, чтобы произошел какой-то либо половой акт. То есть сегодня законом сказано, что не только проникновение в девушку с одной стороны должно быть. То есть это может быть даже оральная ласка. Это уже приравнено к кунтивной услуге. И тогда уже это преступление. И тогда уже преступление, да, которое совершила девушка. А кто подтолкнул, то есть надо разбираться и доказывать в каждом отдельном случае. На самом деле, вот вы рассказываете, так все просто. А на самом-то деле, большей частью, сколько я смотрю на эти салоны, сколько сталкиваюсь с своими делами, всегда все очень завуалировано. По телефону тебе никто не расскажет спектр услуг. По телефону мы не говорим. Ты позвонил, тебе скажут, да, приходите, там будет массаж эротический и так далее. Но никто не будет говорить как раз-таки тебе о том, что будет там половая связь или еще что-то. Говорят. Ну, это вот те салоны, когда бы, собственно, и легко закрываются. Мы-то видим в вывеске одних и тех же. Дальше ты приходишь, там администратор. Она с тобой общается так, что как бы с ровного места тебе тоже никто не назовет сценой. Ну, как в обычной, например, суточной. То есть вот так вот девушки не будут не выстроиться, как вы тебе рассказываете. Но тебе никто не будет говорить, что вот там секс такой, такой, такой. Это занимаются другие организации, они действуют там более тайно, доставляют девочек в саун и так далее. Обычно массажный салон, который там полностью оборудованный, они все-таки напрямую тебе ничего не скажут. И вот как раз-таки, когда ты уже там взял услугу, тебе оказывают там какие-то доп. услуги, ты заходишь туда, и тебе уже девушка чаще всего предлагает какие-то доп. услуги. Получается, до этого момента, как бы, ты не знаешь, а вдруг девушка откажется. А вдруг там просто массаж. Ну, в том числе, известны такие случаи оперативных закупок, вот, не буду говорить в каких отделах, но, видела материалы, в том числе административные, когда оперативники приходили, брали девушек, тратили в том числе государственные деньги, на которые они должны выявлять преступление, заходили в комнату, девушки чувствовали неладное, начинали его мять, и он такой, так, как бы, где продолжение, она говорит, ну вот сегодня вот так. Для понимания, если делается вот такая контрольная закупка, да, проверочная закупка, то дело, секс происходит в это время, иначе не докажется. Что, я еще раз говорю, то есть это не обязательно именно секс, это достаточно оральной ласки. Ну, это тоже секс. Вид. Это разновидность, она доказывается, судебная практика стоит все-таки. Сейчас, да, сейчас стоит, но смысл в том, что она доказывается в чем? То есть, грубо говоря, вот, должно быть, как раз активно, то есть до момента, когда оперативник, допустим, или там человек, который согласился на закупку, зашел в девушке в комнату, должно еще что-то состояться в том-то и дело. Если кто-то что-то поймет неладно, они имеют тоже своих информаторов, своих организаций, то ничего не будет, получается. Вот по поводу завуалированности, секунду, по поводу завуалированности, есть совершенно откровенные предложения, я видел сам, есть именно завуалированные. Я предлагаю сейчас поиграть, и вы попытаетесь угадать, а что же предлагает на самом деле массажный салон или мужской клуб? Итак, программа, это программы. Программа первая, под каблуком. Что это может быть? Я предполагаю, что это возможно. Ну, это доминирование определенное, типа БДСМа. Ну, использование стропона. Доведение до слез, и даже золотой дождь, не будем говорить, что это такое, нас смотрят в том числе несовершеннолетние. Вторая программа, это называется режиссер. Что здесь по-вашему? Вы люди опытные, как я посмотрю, угадайте. Это же ораторское искусство, указано губы, рот, может быть, где-то речь идет о... Это программа для тех, кто хочет сам диктовать правила игры. Вот это что такое. И, наконец, совершенно год семьи у нас, семейный час. Что здесь по-вашему? А, ну тут в программах у них идет... Ты приходишь там либо с девушкой, либо там с парой, и уже там совместные мероприятия проходят. Совершенно верно, люди опытные все угадали. Анна, ваш портал давно борется с тем, что вы называете проститутошными. Сколько их, по-вашему, в городе, в Екатеринбурге? Ну, я не удивлюсь, если их окажется несколько сотен, потому что по легким запросам в Яндекс.Картах выпадает несколько десятков. Сколько еще не отмеченных на этих картах есть. А выпадает именно на какие слова ключевые? Эротика, проституция, мужской салон? Да, мужской спа-салон. Даже выпадает на эротический салон. То есть это найти вообще элементарно. Почему, по-вашему, дорогие друзья, они вот в таком множестве работают и работают спокойно? Хотя, ну вот, вы ходите, пытаетесь с ними что-то сделать. Да, спокойно они работают. Во-первых, если вы посмотрите, вывесок в городе с салонами массажа стало меньше. Реклама зато появилась обширная. Мы направляли запросы в ФАС, в федеральную антимонопольную службу, и их заставили просто убрать эти все плакаты с города. Не, ну они работают, потому что есть спрос. Начнем с того, что пока есть спрос, пока цена доходит там двух часов за среднеградской зарплаты, это будет всегда спрос. А те люди, которые хотят получить деньги, они уже организуют и тайные, и явные, и конспиративные квартиры. Ну и долгое время с точки зрения юриспруденции не было понимания. Одно время привлекали к ответственности только в заступлении в половую связь. То есть должна быть анальная, вагинальная, оральная какая-то, понятная. Начали пытаться руками. Дальше был период времени, когда за руки не было ответственности. Тогда был период роста, эти салоны разрослись, вовлечены огромное количество людей, финансовые средства, транспортные, технические. Они открылись, сильно пошли во все стороны и так далее. Сейчас вроде стали ужесточать, стали говорить, что любое оказание услуг. Но начинается, опять же, игра, в том числе правовая. Человек организовал гостиницу, у нас есть там БДСМ-отели, если к ним вернемся. Организовал отели, поставил вывеску, снимаете, приходите, муж, жена, не муж, жена, делайте, что хотите. Привлекать его к ответственности или нет? За что? Ну, вот в том-то и дело. А будет ли это организация? А вот 6.11, первый раз 6.11. Шифруйте, пожалуйста, мы не знаем 6.11, что это такое. Коанс за занятием противнической, второй раз 6.11, и 241. Человек отеля сдает помещение просто и все. Это просто вот, ну, вы назовите хоть детским домом, если вы оказываете там услуги. Детей-то приедет отсюда. Подожди, там не оказывают услуги, там это номер оборудованный. Ты номер оборудованный? То есть тебе сдают номер, ты пришел туда с девушкой и как бы делать, что хочешь. Если ты пришел с девушкой, это твое личное внутреннее. Там нет такого, там девушку не предлагают тебе. Тебе не предлагают. Там только сдают помещение. А когда тебе предлагают девушку за деньги, это уже... Вот сегодня проституция имеет разные виды. Давайте посмотрим... Мы об этом поговорим. Я хочу, чтобы Ирина поделилась своим опытом, а ты приходила устраиваться в подобные заведения. Мне кажется, в принципе, такие заведения работают, потому что есть спрос не только со стороны мужчин. Не знаю даже, как назвать этих мужчин, но и со стороны девушек. Идет романтизация этой профессии. Сейчас такое красивое слово «эскортница», как будто бы некоторые девчонки этим гордятся. Мы снимаем об этом фильмы, мы говорим об этом в книгах, мы смотрим различные блоги этих девушек, которые называются вот так красивые «эскортницы». И показывают красивую жизнь. Да, и показывают красивую жизнь. Как-то в Телеграме мы наткнулись на рекламу, точнее, на предложение о вакансии. Вакансия называется «Девушки, харизматичных девушек от 18 до 40 лет. Мы ждем в нашем массажном салоне вип-класса для мужчин, чтобы вы заработали себе на айфон своими руками». Там даже стоит реклама. Про своими руками это намек был, видимо. Я не знаю, что это было, но прям прямым текстом это было написано, причем было указано ИП, которое рекламировали, причем оно не в нашем городе. Номер телефона был оставлен, рекламный токен, то есть как будто бы все там официально. И там писали, что девушки вместе с нами могут за первый год работать, заработать на квартиру, позволить себе ежедневно посещать лучшие рестораны нашего города, купить самые красивые ювелирные украшения. Я понимаю, что некоторые девчонки, для которых это как бы цель жизни, не на это купятся, если они попали в какую-то трудную жизненную ситуацию. В итоге я позвонила по этому номеру, меня пригласили на собеседование, для того, чтобы я все поняла точно. В итоге пришла в массажный салон у нас на Белинского, там была другая вывеска, это было другое название, не то, которое было в рекламе. Девушка сначала завуалированно со мной разговаривала, такая, нет, мы только руками и телом доводим мужчин до удовольствия, как она опять же высказалась. Да, да, да. И когда я пыталась вывести ее уже наконец-то на что-то другое и сказала, что у меня был опыт работы в другом городе, меня там кинули на самом деле, все, она уже раскрылась. Она говорит, да, если есть проникновение 15 тысяч рублей, половина тебе. Все, можешь со следующего дня, завтра выходить в 10 вечера, мы просто сделаем двух девочек по цене одной. Тебя всему научат, покажут, познакомишься с мальчиками нашими, все. Как ты чувствовала себя в роли, нанимающейся на роль, на работу проститутки? Ну, мне было неприятно внутри, потому что я вижу, что девушка, которая разговаривала со мной, она еще такие говорила моменты. В первую очередь твоя заработная плата будет зависеть от твоего мира ощущения, от того, какой комфорт ты даешь мужчине. Я понимаю, что для нее это нормально, что мне просто стало тошно от того, что это есть, и работницы, они приходят, они не пропадают, и мы не воспитываем чего-то другого. Я спросил у своих подписчиков в соцсетях, кстати, подписывайтесь, спросил, что они думают о рынке сексуальных услуг в Екатеринбурге. Я в прошлой жизни пользовался и не считаю это каким-то пороком. Нужно закрыть, а куртизанок в Сибирь, лес валить. Надо легализовать, что нельзя победить, лучше возглавить. И брать с этого бизнеса налоги. Это было, есть и будет, но легализовать нет. Пусть работают, девушкам нужны деньги, мужчинам оргазмы. Спрос рождает предложение. Профессия древняя. Были, есть и будут. Ну вот с чем не поспоришь, с тем, что как-то всю жизнь человечества, всю его историю, вот эта вот история сопровождалась. Не зря проституция называется первая древнейшая, не первая древнейшая, но очень древняя профессия. Может быть и прозвучало предложение легализовать. Кто-то должен был сказать это. Будет и было. Тогда наша задача. Легализовать нет, нельзя. Нельзя распускать это и доводить до того, чтобы это было на государственном уровне. А говорить о том, как это все раньше было, мы помним все наш город, помним улицу Щерца, по которой ездили машины, девушки стояли прямо на обочине. Подъезжаешь и там две тысячи с половиной можно было воспользоваться. Сейчас это все перешло в такой более цивилизованный так называемый образ. Нас это радует, что это цивилизуется? Нас это не радует. Я к тому, что сегодня есть прямо заведение, бордели, не массажные салоны. Приходишь, большое помещение, там типа клуба небольшого, танцпол, шесты стоят. Девушки выходят, перед тобой показываются. Тебе спрашивают, кто? Ты говоришь, до кона. Все, поехали. Там никто не предлагает тебе массаж. Тебя возмущает то, что это даже не завуалировано никак? Это никак не завуалировано. Это тебя особенно возмущает? Когда завуалировано, тогда легче как-то, да? Да... Женя, нет, все не так. А завуалировано, это все понятно. И это должно быть скрытно. Это не должно быть доступно всем. Анна, может быть легализовать? Ну, потому что есть, мы покажем страны, где это легально. Ну, то есть практика мировая легализации проституции, она есть. Лично мое мнение, я не считаю, что легализация пойдет прямо на пользу, потому что среди девушек эта профессия и так популярна, среди мужчин... Популярна именно. Ну, как Ирина правильно сказала, сейчас идет такой некий культ популяризации, романтизации этой профессии. Да, правда? Ну, это действительно так, если посмотреть на то, какие... У нас есть огромное количество блогеров, которые себя позиционируют как, не знаю, там, женский наставник, раскачая вашу женскую энергию. На самом деле это вот там та же самая Настя Рыбка, которая бывшая, ну, может быть, не бывшая, а проститутка, я не знаю. Слушайте, ну, сегодня... Так вот про легализацию. Вот, если это легализовать, то у людей, которые оказывают эти услуги и потребляют эти услуги, окажется, появится юридически подкрепленный аргумент продолжать заниматься этой деятельностью или покупать эти услуги. И по поводу завуалированности я немного не соглашусь с этим, то, что все открыто. Потому что, допустим, на примере наших историй одна моя героиня материала как раз-таки столкнулась с тем, что она устраивалась в массажной... точнее, она устраивалась в косметическую клинику эстетической косметологии, а оказалась в итоге, что это массажный салон. И намекнули ей на это только уже практически в самом конце, когда выяснилось, что тебе придется не просто массировать человека, а его мыть, кататься по нему голым телом, трогать его за член и прочее, прочее. Ну, вообще, по-моему, легализация – это все-таки, на самом деле, путь. Вот у меня чисто из юридической точки зрения. Вот все, что сейчас идет борьба, это все есть. Вот здесь никто не отрицает, что это огромное количество людей. Человек – это пускай девушка, пускай неопытная, насмотрелась блогеров, ну, там, ошиблась, там, не знаю, нужда, квартира, айфон, заставили пойти в салон. Вот она перешагивает ту черту, где мы можем регулировать ее отношения, то есть черту закона. Дальше ни медицинского свидетельства, ни медицинских анализов у нас давать не будет. Дальше начинаются сопутствующие все преступления, все соприклаждаются похищением человека, торговлей людьми. Этих женщин избивают, удерживают. И самый главный аргумент, вот тут точно никто не поспорит, всегда сутенеры, организаторы говорят, ты пойдешь в полицию, тебя, что ты делаешь первым делом, тебя и привлекут, потому что ты пришла. Человек, получается, и все это сообщество выпадает. Я не говорю, что там, брать налоги, там, но государство, если оно пытается каким-то путем идти, если с этой сферы не получается бороться, ну давайте какие-то вводить правила, законы и так далее, зону отчуждения вводить. Слушайте, ну подождите, у нас все-таки тогда легализовать. Я считаю, что необходимо легализовать. У нас нормальная страна, и давайте не будем забывать про семейные ценности, которые очень важны сегодня. У нас указ президента был 8006. Дмитрий Иван, безусловно, это очень важно. Мы говорим о том, что это есть, подобное явление есть. И традиционный аргумент сторонников легализации, что давайте это декриминализируем и будем как-то это все, чтобы помогать. Эту ситуацию и сферу контролировать нельзя. Езжайте в Чехию, там публичные дома. Хорошо, в Чехии, а также Япония, а также Нидерланды. Давайте посмотрим. Район Кабу-Китьё в Токио известен развлечениями на любой вкус. Ресторанами, стриптиз-барами, массажными салонами и кабаре. В торговых автоматах можно купить все, от алкоголя до ношеного белья. В Осаке другой квартал красных фонарей. Вдоль улицы расположились заведения, оформленные как маленькие ресторанчики. Секс-работницы выступают в роли официанток, а сидящие рядом бабушки – в роли сутенеров. Крышуют такие заведения якудза, японская мафия. И самый известный квартал находится в Амстердаме. Кроме маленьких комнат с проститутками, здесь множество секс-шопов, секс-театров и кофеин, а также музей, посвященный древнейшей в мире профессии. Ирина, когда мы говорили про легализацию, ты мотала головой. Нет? Я прямо против этого. Я против того, чтобы мы делали проституцию нормальным путем заработка. То есть ни в коем случае нельзя это легализовать. Ни в коем случае нельзя девушкам говорить, что это нормальный способ того, чтобы заработать себе на жизнь. Я искренне считаю, что туда приходят девушки не от большого ума, не от хорошего воспитания, не от хорошей жизненной ситуации. Просто они как будто бы не видят другого выхода. И оказавшись там, я не знаю, без родных, близких, без денег, возможно, в еще какой-то более страшной ситуации, они, наверное, считают, что это все только сюда, и это хорошо. Я там не пойду учиться, не пойду работать нянечкой в детский сад, элементарно. Не пойду в пятерочку даже работать кассиром. Я лучше пойду работать в массажный салон. Как будто бы это единственный способ. Ну, это же нормально, все снимают, рассказывают про это. То есть ты против того, чтобы это стало нормальным? Я думаю, что, естественно, мы от этого никогда никуда не денемся. Ну, как ни крути, как там те же самые, ну, не знаю, курение, зависимости и прочее. Как игровая зависимость. Да, но ни в коем случае, чтобы это просто было стыдно, что ли. Иван, какие еще виды интимных услуг в городе Екатеринбурге есть? Ну, какие конкретно? Ну, там разные... Мы сейчас говорили про салоны, массажные салоны, мужские клубы. А, ну, также проститутки, индивидуалки, их очень много в интернете. И ты звонишь по телефону, и, как правило, попадаешь все равно в этот же массажный салон. И телеграм-каналы еще, огромное количество телеграм-каналов, где девочки каждую минуту выставляют свои рекламы. Но они выставляют свои анкеты, и потом вы приезжаете в тот же массажный салон, где оказывают вам услугу. Ну, получается, поскольку это так открыто, получается, что, ну, можно сделать отдел полиции, который будет заниматься вот подобными обзвонками. У нас есть в уголовном розыске отдела нравов. Конвейерный, есть отдел нравов, который занимается этой историей. На сегодняшний день порядка 30 дел уголовных уже возбуждено на такие салоны. 10 салонов уже закрыты полностью. Ну, работы еще много. А на ваша борьба с проституточными, она дает плоды? Да. Вообще, серия наших материалов началась как раз таки с того, что нашему коллеге-журналисту источник сообщил о том, что открылся бордель в социальном помещении. То есть помещением владела администрация города, она сдала в аренду предпринимателю, и предприниматель передал это помещение другому. Да, я помню этот материал. Частая история. И в итоге, благодаря публикации как раз таки, это заведение закрыли. И договор с тем человеком-предпринимателем расторгла администрация. Ты говорил, что работают учителя и врачи проститутками. Студенты. Студенты. Да. К сожалению, опять же говорить, что если люди идут за дополнительным заработком, то по рассказам они встречаются. В 90-е ты вспоминал, тогда это было опасно. Тогда была опасна масса историй, когда сутенеры калечили девушек. Сейчас это опасно или нет? Да, мне кажется, та же самая история, когда девушек лишают свободы, закрывают, забирают паспорта. Это не так распространено, но это есть. И девушки об этом молчат и говорить об этом не будет, потому что они сильно запугивают. Вот здесь бы хотелось сказать, вот как раз таки по аналогии с алкоголем и курением. Здесь же никто не скажет, что там курить, там пить, это полезно. Это как бы, ну, запрещено. Ну, в смысле, это не запрещено, это как бы не поощряется. Это регулируется. Это регулируется. Так вот я и говорю, что не надо же, можно же деньги, полученные в том числе, от, ну, от конституции, что называется, государство пускает на борьбу с жизнью. То есть вы за легализацию проституции? Я считаю, что необходимо предать ему всему правила. У нас сейчас человек приходит туда, его избивают, калечат, его хоронят, и когда, если он добирается до полиции, он приходит в полицию, что ему говорят? О, так ты проститутка, короче, мы тебе сейчас вот выпишем. У нас же есть еще наркотики. Я постоянно просто рассказываю сюжет про наркотики, а может быть и наркотики тогда точно так же легализуем? Они образуют все-таки такие последствия, которые невозможно устранить. А тут точно так же могут кого-то заразить. Девочек реально хоронят потом. Ну что это? Семейные ценности. В последнюю минуту, в последнюю минуту, окей, один человек за легализацию, все остальные против. Она тоже против? Ну, аргументы Дмитрия были достаточно убедительные. За легализацию? Ну. Двое за легализацию, трое против. Мы это, получается, считаем из тех комментариев, которые пишут в социальных сетях. А сколько это? 0,01%. Граждане борцы, вы боретесь с этим. Вы верите в то, что ваша победа когда-нибудь настанет? Мы делаем очень важную работу в том смысле, что максимально делаем этот бизнес недоступным для населения. Чем больше проверок, тем больше они прячутся, боятся, скрываются и закрываются. Это полезно. Чтобы мужчина подумал, что я туда приду, а туда Чукреев придет или Жданов. Ну, неудобно получится. Жена узнает с камеры. Получится неудобно. И не пойду тогда в этот массажный салон или мужской клуб. На этом все. Подписывайтесь на нас, чтобы не пропустить новые программы. Пишите в комментариях, что вы думаете про секс-индустрию в Екатеринбурге. Спасибо, что смотрели. Все говорят об этом. И смотрите еще. Субтитры создавал DimaTorzok Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова